Крещенская ночь, по поверью у дмуртов, особое время. Можно куролесить и дурачиться. Вудервая момент такой упускать не стали. Обряд символизирует проводы нечисти, которая две недели куролесила, и люди, которые переодевались в нечисть, они должны были в итоге в крещении смыть с себя все грехи. Для того, чтобы вода смыла грехи, надо задобрить ее хозяина, угостить кашей. Тут же на льду разжигается огонь, пепел развеивается в воде. Так у дмурты изгоняет нечисть, и вместе с ней на целый год из жизни уходят все горести и хвори. Очищение плоти и души по православным канонам тоже легче всего совершать именно в эту ночь. Считается, что вода в это время обретает особые свойства. В такой лютый мороз люди приходят не просто так. Ведь многие говорят о том, что искупавшись, они целый год не знают ни болезни, ничего. Бывает, что очень часто рассказывают, что вот не искупался, когда купался, не болел, вот не искупался, и хвори одолели. То есть вот эти народные традиции, которые есть, они все равно имеют чудо. Чудеса происходят, уточняет отец Павел, всю неделю, так что купаться можно все семь дней. Алексей – стептик по натуре, но лично решил проверить, насколько правдиво это утверждение. Говорят, целый год не болеешь. Хочется проверить. Вообще не передавай, особенно сейчас. Накручиваем. Ой, слушайте, так тепло стало. Кровушка-то пошла. А там, я даже сначала не понял, что же. А сейчас так вообще шикарно. Там выходим. Глубина как? По грудь. Прекрестились, сразу окунулись. Выходим, пьем горячий чай. Где? Где фонарик? Без инструкции начнется столпотворение, поясняет криминалист Шадрин. В эту крещенскую ночь почти 3000 человек окунулось в ледяной купели на Ижевском пруду. И это отнюдь не дань моде, утверждает полицейский. Людьми, в отличие, к примеру, от вас, движет вера. Светлана Буланова, Артем Пошин, телеканал «Моя Удмуртия».